я довольно давно не снимал видео и сейчас я надеюсь вы поймете почему я это делал итак здравствуйте друзья здесь Демитков Юрий я давно не снимал видео потому что ну настроение не было на самом деле попытаюсь сейчас объяснить смотрите вы знаете что я участвую в конкурсе лучший частный инвестор на Мосбирже вы можете посмотреть мои результаты и где-то вот в четверг в пятницу я показывал что я построил такой канал который я считаю что ничего хорошего не должно произойти с индексом РТС вы знаете что я работаю с индексом РТС и я решил что он будет падать и моя стратегия была настроена на падение индекса РТС чем больше он упадет тем больше у меня будет денег но индекс РТС да почему потому что ну во первых санкции во вторых значит там коронавирус свирепствует вовсю и ничего хорошего не предвидится поэтому я решил что в общем сказать ну будет падение всех рынков но на самом деле этого не произошло в пятницу и рынки даже немножечко выросли и поэтому у меня убытки если я до этого зарабатывал там 30 тысяч там 40 тысяч я заработал на своей стратегии то в пятницу у меня минус 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 там и до минус 50 на конкурсе лучший частный инвестор я скатываюсь буквально до четвертого места поднимался представляете я скатываюсь до 95 настроение падает я думаю что делать и возможно я ошибался думаю я потому что технический анализ это дело такое я думаю что канал нисходящий а на самом деле он вроде как выходит из нисходящего канала куда он идет может быть уже идет боковичок в боковичке совсем другая стратегия и в общем то я настраиваюсь на боковичок в пятницу то есть фиксирую свои эти убытки вот на этом уровне и считаю что индекс ртс не поднимется выше чем 117 500 по-прежнему но при этом значит он не опустится до 112 500 и я там значит делаю вот такой кондор что такое кондор это значит что если я что если индекс останется вот в указанных диапазонах то я верну себя за счет это распада там ну в районе там 30 или 40 тысяч ну потерял я понимаете 50 то есть все равно убытки но по крайней мере я их сокращу вот и что произошло понедельника понедельник ничего не произошло собственно говоря то есть индекс на стал болтаться я сидел думал думал и и решил поехать в москву я решил поехать в москву мне надо было заехать в брокер бкс и в брокер открытия то есть два места я решил съездить и брокер бкс находится на проспекте мира это достаточно далеко там плохо с парковкой я решил поехать на метро ребята от саларьева до проспекта мира где бкс находится час в метро от бкс до открытия еще полчаса и от открытия назад до саларьева это ну почти час еще на метро то есть я больше двух часов провел под землей в метро и естественно я надел маску большая часть людей в масках народу в метро не так много настроение там прямо скажем всех так себе тоже и короче говоря вот эта поездка она высосала у меня вообще все остатки энергии которые были то есть я поехал вот в этот вот эпицентр коронавируса вот из этого вот его что вы видите почему я сейчас снимаю в лесу потому что но я живу в лесу здесь у меня белочки здесь у меня дятлы черные совершенно шикарные я каждый день хожу сейчас осень посмотрите какая прекрасная пора в метро час мне прямо физически хотелось вырваться оттуда и вот в лес короче говоря я приехал в понедельник я посматривал конечно что происходит ничего не происходит на бирже то есть на бирже ничего не происходит идет это распад и я потихонечку поднимаюсь вот но это поездка высосала из меня всю энергию и мне кажется я даже немножечко приболел вот то есть вот во вторник вообще ничего не могу делать я пил чай витаминный я щелок мёд и орехи и лечился постепенно силы ко мне возвращались энергия ко мне возвращалась на бирже ничего не происходит то есть действительно все в боковичке пока то есть идет это распад у меня потихонечку я поднимаюсь то есть с 95 я сначала поднялся до 45 место потом нас это 38 сейчас уже 23 было вот вместо вчера сейчас я думаю что уже где-то ближе к семнадцатому месту в конкурсе личный частный лучший частный инвестор доходы мои за менее чем за месяц пока составляют на текущий момент 48 процентов к старту то есть это очень неплохие доходы это позволяет дать мне утверждать что моя стратегия общем то и моя тактика вот это вот опционные они дают очень хорошую доходность поэтому все подтверждается на самом деле сейчас у меня энергия возвращается сейчас я набираюсь вот энергию в лесу мне очень хорошо и пока я лежал пока его как бы ничего не делал я лежал и думал и в моей голове рождались какие-то образы вы знаете каждый человек он имеет какие-то какую-то картину мира свою и такая картина мира есть у меня насколько она верно я не знаю как говорил кармаркс практика лучший критерий истины поэтому будем смотреть что же будет происходить в голове у меня вы не подумайте это сказать что я немножечко такой вот вот ну может быть такой но то есть голове у меня какие-то лазеры какие-то красные точки скоро вы их увидите потому что ну я долго думал как же объяснить то что вот как я представляю в себе вот эти все опционные стратегии как наглядно как доступно объяснить вам все это и вот у меня в голове родились прекрасные идеи про красную точку лазер там курсы доллара и там будут какие-то линии они будут очень красивые то есть будет вообще ребята я вот просто вот то что у меня в голове стоит сейчас вот эти вот образы они просто потрясающие я вас уверяю что будет очень очень интересно поэтому оставайтесь на моем канале следите за моими успехами или не успехами но практика покажет на самом деле прав я или не прав мне очень хочется доказать что опционная стратегия это оптимальная стратегия на срочном рынке для трейдеров потому что она приносит достаточно надежно и стабильный доход вот что я хочу доказать для всех и в первую очередь для себя поэтому следите за моими видео следите за моими успехами и ждите красную точку сейчас лайк спасибо за внимание с вами был демятков юрий